Накануне в Монте-Сито прошел первый в истории местного сообщества рождественский парад волшебства праздника. Новую традицию поддержали все, от мала до велика. Как пишет местное издание Монте-Сито Джорнл, полюбоваться на парад вышли все местные жители от года и до 92 лет, а многие стали непосредственными участниками парада. Местный житель Джек Силом в роли Санта Клауса на старинной пожарной машине возглавил парад и по пути следования отправлял зрителям воздушные поцелуи и разбрасывал конфеты. Участников парада не ограничивали в вариантах используемых транспортных средств, поэтому кто-то отправился в путь в электромобиле, кто-то в траке, кто-то в стильном спортивном авто. Главное праздничные украшения, передающие дух Рождества. В ход пошли игрушки-мешура, гирлянды, почтовые ящики Санты, салазки и даже празднично украшенные рождественские елки. Многие прихватили с собой домашних животных. Местные жители теперь надеются, что парад станет ежегодным событием праздничного сезона. Веселье все еще витает в воздухе, и вот вам новая праздничная традиция Монте-Сито, пишет издание Монте-Сито Джорнл. Архкомитет парада волшебство праздника в лице сопредседателей Шерон Бирн, Минди Динсон и Даны Ньюквист поблагодарили всех. Кто стал спонсорами мероприятия и отметили, что принц Гарри и Меган Маркл были первыми, кто сделал благотворительное пожертвование в Архкомитет парада. К сожалению, Монте-Сито Джорнл не уточняет, были ли Сасексы с детьми и зрителями праздника. Это второе Рождество, которое принц Гарри с семьей проведет вне пределов Великобритании. Как стало известно накануне, герцоги сасекские не намерены принимать участие в праздновании вместе с королевской семьей и проведут Рождество в Монте-Сито, пригласив к себе в гости на домашний обед несколько своих звездных друзей. Австралийская журналистка и писатель Даниэла Эльзер в своей колонке упрекнула Кейт Мидлтон в том, что она слишком мало работает. Новые цифры рисуют ужасную картину того, как мала герцогиня Кембриджская делает в обмен на миллионы долларов, которые она получает каждый год от налогоплательщиков. Даниэла Эльзер – дама весьма эксцентричная, и высказывая свое мнение, порой не щадит ни своих, ни чужих, когда речь идет о ее журналистской работе у нее ни тех, ни других попросту нет. Поэтому, учитывая, что многие мои читатели с большой симпатией относятся к герцогине Кембриджской, оговариваюсь сразу. Мнение Даниэлы Эльзер может не совпадать с мнением автора канала Звезды, Звездочки и Звездульки, но от этого не становится менее интересным. Кроме того, прошу учесть, что Даниэла Австралийка, поэтому все цены и суммы указаны именно в австралийских долларах. Итак, Даниэла в своей колонке пишет, что может стоить 2 доллара 40 центов. Двойной твикс – полтора пакета Тескоу Ликвори Салсорц, или действующая монархия. Размер ежегодного налога рядового совершеннолетнего британца на содержание британской королевской семьи – в обыденной жизни 2,40 доллара это. Буквально арифметическая погрешность семейного бюджета, но эта цифра также отражает то, сколько королевская семья стоит каждому британцу каждый год. И хотя в этом году мы обдумывали ряд неприятных вопросов о королевской семье, например, являются ли они расистами. Действительно ли они жестоки? Наденет ли кто-нибудь горностаевую мантию после ухода королевы или все рухнет под давлением шоу пони и собак, которые устроят антимонархисты, погибнет в пламени позора под дерзкое улюлюканье республиканцев. Но один из значимых вопросов был упущен из виду, а королевская семья действительно такая уж ценность. Сегодня у нас есть ответ на этот вопрос, который является отличной новостью, если вы королевская принцесса Анна, и довольно мрачной для тех, кто является поклонником Кейт, герцогини Кембриджской. Видите ли начала выходить официальная статистика работы за год, то есть сколько официальных обязательств выполнил каждый из оставшихся рабочих членов королевского дома в 2021 году. Очевидно, что окончательные цифры не появятся до конца декабря, когда мы уже прикончим остатки индейки, а мишура уныло начнет провисать на елке, но они вряд ли сильно изменятся. Так что же цифры? Те холодные цифры, которые неопровержимо отражают, насколько сильно или нет его королевское высочество приложило плечо к дворцовому колесу. Ну да есть одна конкретная герцогиня, которая выглядит не такой уж золотой работницей. Вот как обстоят дела. Анна, женщина, чьей фирменной чертой является прямота и волосы, заколотые на затылке массивными шпильками, записала на свой счет 368 официальных встреч. На втором месте ее старший брат Чарльз – 360 встреч. А что же с Уильямом и его женой Кейт, великими сияющими надеждами монархистов и коллекционеров памятного королевского фарфора? Уильям – 232 встречи, в то время как Кейт плетется далеко позади. 115. О Кейт. Действительно. Конечно, у нее дома трое маленьких детей, но у нее также есть домашний персонал, включая штатную няню и преданных родителей, которых можно призвать на помощь няне. Кстати, они нередко помогают. В 2019 году британец, выгуливавший собак, столкнулся с Кэрол Миддлтон, мама Кейт Миддлтон, с внуком и наследником трона принцем Джорджем в сельской местности Бергшира, и рассказал, что гуляя с бабушкой, мальчик настаивал, меня зовут Арчи. В прошлом году у Кейт было примерно столько же выполненных королевских обязанностей, в 2019 чуть больше 80, в 2018 около 100, но будем учитывать, что это был либо год локдауна, либо она была беременна или в декрете. Не думаю, что кто-то сомневается, что Кейт и Уильям, но особенно Кейт, выиграли нандемию, выполнив огромную работу по поддержке нации онлайн. Но сегодняшние цифры заставляют задуматься над вопросом трудовой этики Кейт. По сравнению с тетушкой ее мужа, обладательницей крупнейшей в Великобритании коллекции твидовых костюмов принцессы Анны, Кейт работает. Как бы немного застенчиво. Весьма скромно. И это возвращает нас к вопросу о ценности. Цифра в 2,40 доллара – это вклад каждого совершеннолетнего британца в суверенный грант, который королевская семья получает из казны для оплаты содержания части имущества. Принадлежащего короне, например, Виндзорского замка, для оплаты официальных поездок и связанных с их офисами расходов, например, зарплаты персоналу, работающему на членов королевской семьи. Королевская принцесса Анна получает в год 461 тысячу долларов, это означает, что ставка за каждую ее королевскую встречу около 1252 долларов. Уильям и Кейт в свою очередь ежегодно получают сумму около 4,16 миллиона долларов. В совокупности Кембриджи провели 347 королевских встреч, а это означает, что их ставка составила 11 988 долларов за выход. И это огромная проблема, если вы являетесь герцогом или герцогиней или кем-либо, кто заинтересован в том, чтобы дом Виндзоров благополучно пережил 21 век и не прихрамывая шагнул в век 22. Основные претензии, которые чаще всего раздавались в адрес Кембриджей, даже в первые дни после брака пары, заключались в том, что их обвиняли в лене. Только в 2017 году Кембриджи стали штатными членами королевской семьи, а до этого сумели убедить королеву разрешить им появляться в официальной роли лишь изредка, чтобы они могли наслаждаться нормальной семейной жизнью в фалке. Однако с тех пор переехав в Лондон, Уильям и Кейт зарекомендовали себя как сияющие большие надежды королевской семьи как дуэт. Чья общественная привлекательность имеет основополагающее значение для фирмы, которой, будем откровенны, в не таком уж отдаленном предстоит пережить сейсмическую суматоху. Прощание с сувереном, коронация, новый король и, возможно, даже новая королева. Абсолютно неотъемлемой частью этого плана Уильям и Кейт спасают корону является то, что негласная сделка между монархией и общественностью должна продолжаться. И она продолжится только в том случае, если Чернь признает, что королевская семья не только актуальна, но и полезна для современного общества. Букингемский дворец отчаянно нуждается в том, чтобы Кембриджи воспринимались с некоторой степенью уважения со стороны масс, и чтобы их образ современной королевской пары, как заинтересованной в работе и активной силе, завоевал широкое одобрение. Вот почему все, что наводит даже на смутное предположение о том, что им могут переплачивать за неполный рабочий день, по своей сути опасно. Все, что подрывает или может запятнать репутацию Кембриджей, снижает шансы монархии на долговечность. Нет покоя для нечестивых, но кажется, что и для некоторых членов семьи королевы стоит отбросить привычный покой. Печаль беда в Монте-Сите. Накануне ЮГАФ опубликовала рейтинг самых почитаемых людей мира 20 мужчин и 20 женщин. Несмотря на то, что осенью нынешнего года издание Time назвало Сассексов одной из влиятельнейших пар планеты и поместило их фото на обложку, в рейтинг ЮГАФ Гарри и Меган не попали. Были ли у них шансы? Сомнительно. Ведь в тройке лидеров за 2020 год среди мужчин Барак Обама, Билл Гейтс, Сит Зиппин, среди женщин Мишель Обама, Анджелина Джоли и королева Елизавета II. Да и на последующих ступеньках рейтинга люди, которые действительно оказывают влияние на мировое сообщество в той или иной сфере деятельности. Сассексов, похоже, даже не рассматривали в качестве претендентов. Но особый удар для них это, конечно, представительство в рейтинге королевской семьи в лице Ее Величества. В поместье в Монте-Сито об стену грохнулись остатки посуды-сувенирные кружки, выпущенные к свадьбе Сассексов. Вообще-то экземпляры, которые сентиментальный Гарри прихватил из Великобритании, официально считались не бьющимися, но у Меган рука тяжелая. В штабе пиар-команды герцога и герцогини был организован срочный мозговой штурм. До следующего топ-100 тайм-год. Пришлось накреативить рейтинг популярности 15 королевских свадебных платьев 21 и 20 века и привлечь к исследованию Казину Би. Разумеется, победа осталась за Меган. Анализ Казину Би того, сколько раз свадебные платья королевской семьи искали в Google, показывает, что свадебное платье Меган вне конкуренции. В 2021 году, спустя 4 года после свадьбы, его по-прежнему ищет в Google в среднем 51 тысяча пользователей в месяц. Обеспечив герцогине сасекской звание обладательницы самого популярного свадебного платья от Живанши, разработанная Клэр Уэйт Келлер. Пресс-секретарь Казину Би прокомментировал, Меган Маркл стала иконой моды с тех пор, как она стремительно ворвалась на мировую арену, после того, как в 2016 году появились новости о ее романе с принцем Гарри. Неприходящая популярность ее свадебного платья, несмотря на то, что свадьба состоялась 4 года назад, является свидетельством элегантного и вневременного стиля герцогини. Хотя она оставила свою официальную роль в качестве работающего члена королевской семьи. Результат исследования подчеркивает ее неизменную способность удерживать внимание мира прикованным к ней не только через ее действия, но и через ее культовый стиль. Кейт герцогини Кембриджская заняла второе место в рейтинге, получив в среднем 47 000 поисковых запросов в месяц, на третьем месте принцесса Диана 30 000 запросов. Ее величество королева Елизавета II заняла пятое место, пропустив вперед свою внучку Беатрис, которая, кстати, пошла в 2020 году к венцу в винтажном платье, усыпанном бриллиантами, которое ей одолжила бабушка королева. Мелочь, а приятно. Особенно потому, что королева на пятом месте. Вот только платье, которое обошлось ее величеству в 1947 году в 30 000 фунтов стерлингов, сейчас оценивается в 1,2 миллиона фунтов стерлингов. А вот сколько будет стоить платье Меган, которое ехидные модные эксперты назвали тумбой, отлитой из бетона, спустя десятилетия сказать трудно. Да и будет ли оно кому-то интересно вообще еще через пару-тройку лет тоже.